МОЛДОВА Правящая демократическая партия намерена ввести в Молдове смешанную систему избрания депутатов к очередным парламентским выборам. Таким образом, ДПМ хочет вернуться к инициативе Владимира Плохотнюка трехлетней давности. Об этом заявил лидер партии Мариан Лупу. Но как только СМИ распространили информацию, в ответ понесся шквал недовольства. Политологи, аналитики, юристы и, конечно, партийные лидеры увидели в этом злой умысел координатора. И, конечно, его политическую выгоду. Так что на самом деле стоит за желанием демократов изменить ни много ни мало о избирательную систему страны? Кто останется в выигрыше от таких перемен? А главное, станет ли справедливее выбор народа? Разобраться в этом, я полагаю, дело принципа. Вы смотрите АКЧЕН-ТВ. Здравствуйте. Я с удовольствием представляю вам моих сегодняшних гостей. Депутат от партии социалистов Владимир Цуркан. Добрый вечер. Добрый вечер. И политолог, политический комментатор Корнелию Чуря. Добрый вечер. Здравствуйте. Корнелию, к вам первый вопрос. Вы один из немногих людей, которые могли сказать мне в разговоре о том, что вы продвигаете смешанную систему. Чем вам она так привлекательна? Почему вы считаете, что она подходит и для нашей страны? Ну, сразу же скажу как политолог, что я отношусь довольно-таки нейтрально к обеим этим электоральным системам, пропорционально и мажоритарно. В принципе, они дополняют друг друга, и у обеих есть и плюсы, и минусы. В то же время, конечно же, политика, политические изменения в нашей стране требуют обсуждения вот этой проблематики. Как человек, который участвует в политической жизни, я разъезжал в последнее время по стране, участвовал в разных районах в политических дискуссиях и заметил определенный интерес нашего населения к мажоритарной системе. То есть, существует определенное, скажем так, давление со стороны людей в том плане, что они хотят переход к мажоритарной системе или на худой конец создание смешанной системы для того, чтобы иметь возможность голосовать за людей, которые живут в данной территории, а мажоритарная система позволяет их продвигать легче, нежели пропорциональная, которая дает большее преимущество партиям. Им кажется, что тогда депутаты будут ближе. Им да, так кажется. Существует такой аргумент и в теории, не только в практике, но я как политолог мне, скажем так, ближе и другой аргумент в пользу вот такой перехода на смешанную систему. Дело в том, что демократическая система в наших регионах, она постепенно, постоянно нуждается в изменениях. В системных изменениях, которые не меняют суть демократии, но в то же время создают видимость движения. Это не только видимость, а определенные детали меняются. Но люди видят, что правила игры постепенно изменяются, и у них появляется интерес вот к такой демократической игре. Вот с этой точки зрения, мне кажется, что мы слишком долго удерживали вот эту пропорциональную систему, и мы можем как-то оживить нашу демократическую жизнь путем ввода определенных нововведений. Кстати, во многих странах и в Восточной Европе, и в Европе постоянно происходит вот такого рода изменение, потому что людям нужно прививать вот этот интерес к демократической борьбе. И мне кажется, с этой точки зрения было бы неплохо изменение. Не обязательно мы получим улучшение. Мы, кстати, не знаем точно, это улучшит или ухудшит. Но это само изменение, оно создаст определенную жизнь в нашей политической системе. Честно говоря, мне казалось, что всегда любые изменения должны быть с целью улучшения. Нет, ну никто не может точно это сказать. То есть, именно это как главная цель. Я хочу послушать вас. Вот мне интересна позиция партии социалистов по этому вопросу. Ну, вы понимаете, с точки зрения теоретической, действительно, изменения избирательной системы, они, на первый взгляд, опять же, теоретически кажутся достаточно оправданными. Причем, речь идет в данном случае, с нашей точки зрения, не об одномандатных, чисто одномандатных округах, а вот именно об этой смешанной форме. И, кстати говоря, люди именно об этом говорят, что, ну хорошо, пусть будет часть депутатов по спискам партий, часть одномандатных округов. И тогда можно будет комбинировать, как бы, интересы, значит, или программы политических партий, конкуренции программ политических партий. И в то же время, так сказать, внутри конкретного округа конкуренция тех людей, которые могли бы представить интересы этого региона, этого района. Не знаю, как там уже разделить эти округа, это уже вопрос технический. Кстати говоря, люди высказывали еще о некоторых вещах, допустим, уменьшить количество депутатов в парламенте. Депутатов этой политики некоторые приходили с собой. Но есть одна, и мы, кстати говоря, вот по сути своей, по сути своей, вот такой подход смешанной системы, и, в принципе, теоретически мы это поддерживаем и готовы были бы на это пойти. А практически? Но практически у нас есть, к сожалению, несколько, но не от нас зависящих, не от нас зависящих, которые, к сожалению, не позволят на данном этапе, на наш взгляд, достичь вот той самой цели улучшения, и с точки зрения повышения уровня демократии, и с точки зрения эффекта конечного, чтобы эти люди действительно представляли интересы этих избранных депутатов, представляли интересы территории в том числе. Проблема заключается в том, и, кстати говоря, ведь этот проект не новый, да? Ну да, мы сказали, мы уже сказали в самом начале передачи, что в 2013 году была такая попытка. И даже была проголосована. И даже была проголосована в первом чтении, но затем все-таки решили ее как бы опробировать через мнение европейских структур. Была специальная резолюция по Молдовии, в том числе эту тему затронули, резолюция на парламентской ассамблеи Совета Европы. Ну и потом было соответствующее заключение Венецианской комиссии. Суть этих мнений, отрицательных, по этому проекту на данном этапе развития Молдовы, суть сводилась к следующему. Первое, и мы с этим абсолютно согласны, как «но», как доводы, на данном этапе не позволяющие ввести эту систему. Первое, это разрозненность страны. То есть, нерешенность проблемы Приднестровья, к сожалению, не позволит добиться вот этой вот самой цели представительства. Тем более, что в этом случае, ведь необходимо тогда территорию Молдовы разбить на определенное количество округов. В том числе и Приднестровья, что сегодня просто, к сожалению, нереально. Ни политически, ни юридически. Это первое. Вторая проблема. Это проблема огромного количества, более миллиона людей, находящихся за рубежом. Как их интересы в данном случае будут реализованы? Диаспора и гастарбайтеры. Диаспора. Мы и так вот сейчас имеем очень серьезные вопросы и проблемы. Я, кстати, внес вновь предложение о том, чтобы на будущих выборах, будь то парламентские, будь то президентские, то есть, преспубликанского уровня, чтобы все-таки был более конкретный критерий, положенный в основу для создания избирательных участков, чтобы можно было обеспечить их интересы. А в этом случае, если мы пойдем по пути внедрения этой системы, это будет практически невозможно. То есть, эти люди будут вообще отрезаны, обрезаны от высказывания мнения. И третий момент, который, кстати говоря, на это указали и в резолюции ПАСЕ, и в заключении Венецианской комиссии. Все-таки в условиях, когда, а ведь смотрите, речь идет о 2013 году, когда заговорили впервые о том, что есть проблемы с демократичностью управления страны, есть проблемы олигархических кланов. Более того, в последующем сами европейцы признали, что Молдова является захваченным государством. И внедрение подобного рода системы на данном этапе как раз бы позволило узаконить вот этот характер захваченного государства. Я вам помогу. Я цитату позволю себе Венецианской комиссии. Но она немножечко все-таки по-другому звучит. «Кандидаты в одномандатных округах могут быть связаны, либо могут попасть под влияние местных бизнесменов или других лиц, преследующих собственный интерес». Это дословно. А то, о чем я сказал, это как раз и характеризует. Кстати говоря, эксперимент такой был уже проведен в Гагаузии несколько лет тому назад, когда выбирали депутатов Народного собрания. Большая часть была независимых, а потом в одну ночь большая часть абсолютно стала представителями той же демократической партии. То есть принцип был таков, зачем нам тратиться на избирательную кампанию, и не проще ли потратиться просто на конкретных лиц, которых уже избрали. Вот вы знаете, так посчитали, что многие зададутся таким вопросом, посчитал ряд политиков, политологов, людей, которые близки к этому процессу. Они говорят более прямо, чем вы. Они говорят так, получится возможность прямого подкупа, и мы даже знаем кем. Как правило, в этом подкупе заинтересована правящая партия, власть заинтересована. Об этом говорилось часто, говорилось много. Вот смотрите, есть мнение господина Мижия, который был послом Евросоюза в Республике Молдова. Вот он считает, что эти все изменения... Кстати, именно в те годы. Да, он считает, что вот эти все изменения будут сделаны в интересах демократов и лично Плохотнюка. То есть вот конкретно даже вот здесь все мы должны проявить принципиальность. Нынешняя избирательная система является гарантией демократии, говорит он. Эту систему хотят изменить для того, чтобы провести в парламент определенных людей. И здесь международные партнеры должны быть предельно внимательными. Закончил цитату господин Мижий. У нас говорят проще, называют фамилии и все остальное. Господин Чуря, есть такая опасность? Ну, с вашего позволения, господин Мижий, уже не дипломат, поэтому я себе такое позволю сказать. Есть и более авторитетные люди, на которых можно обращать внимание. Что касается... Наверное, авторитет не венецианской комиссии для нас. Вот это более серьезно, поэтому я хочу говорить о тех аргументах, которые... Ой, да что вы, господа, решение венецианской комиссии не обязательно к исполнению. Конечно, рекомендательный. Поэтому да, ну это рекомендательный характер. Давайте будем, да, серьезно. Когда нам надо, порой об этом забываем. Да, господин Цуркану выявил три момента. Это не только он, они существуют. Я бы хотел ответить вот на все три аргумента. Естественно, на них можно ответить. Первый, начнем с конца, потому что он, как ни странно, он беспокоит больше всего. Все опасается того, что господину Плохотнюку будет легче контролировать парламент, в случае, если будет внедряться, ну, мажоритарно, одномандатно, и, мы говорим, смешанно, потому что будет и пропорционально. Ну, я так скажу, я не знаю, как будет тогда, но я уже увидел, что существует сейчас. И должен вам сказать, что если с этой точки зрения исходить, то у господина Плохотнюка в парламенте 56 или 57, я даже не знаю, но явно больше 50 депутатов, из которых 20 только демократы. То есть, если вы хотите, то есть, для меня этот аргумент неубедительен, потому что я уже увидел, как можно контролировать парламент в пропорциональной системе. То есть, перевожу для наших телезрителей. Если он захочет купить голоса, то он купит и представителей партии. Не обязательно это должно быть независимым. Ну, можно и так сказать. Ну, по крайней мере, я увидел, я же говорил, что главный аргумент, с моей точки зрения, это изменение для того, чтобы увидеть, как функционирует новая система, ввиду того, что мы уже увидели недостатки старой системы. Но мы не знаем еще достоинства вот этой смешанной системы, о которой я говорил. Это насчет третьего аргумента. Второй аргумент насчет диаспоры. Насколько вот эти, я не знаю, 800 тысяч, почти миллион молдаван, которые находятся за рубежом, смогут себя проявить в одномоннатных округах. Потому что в рамках пропорциональной системы, они могут голосовать, и их голоса как-то учитываются. Да, здесь вопрос технический. И я должен вам сказать, что это вполне возможно реализовать в рамках, потому что у нас система смешанная. И увязки пропорциональной системы с мажоритарной. Дело в том, что, например, в Германии, как берется, каждой партии даются столько, даются мандаты в соответствии с пропорциональной системой. А делятся наполовину мажоритарно и пропорционально, ну, например, 35%. То есть у тебя не может быть больше 35%, так как ты набрал в пропорциональной системе. И дальше уже подсчитывается, сколько ты мандатов взял в мажоритарной, и сколько не хватает, ты добираешь из пропорциональной системы. Момент довольно-таки сложный и технический. Но дело в том, что единственное, что могу сказать, что люди, которые находятся за рубежом, голосуют в рамках пропорциональной системы. Они дают рамки и лимиты, сколько ты можешь набрать. А потом уже мажоритарь в рамках одномандатного округа решается там примерно сколько, плюс добираются. То есть возможно увязать одно с другим и не ущемить интересы людей, которые голосуют за рубежом. Это технический вопрос, и он решаем. Ну и конечно первый аспект, о котором говорил господин Суркан, очень важный. Как мы включаем Приднестровье в эту систему, опять он технически решаем. Я не знаю, были разные предложения. Я даже не хочу как бы спекулировать, но я вижу Приднестровье как один одномандатный округ. Все-таки люди голосуют и из Приднестровья приезжают. Это не могут проголосовать и избрать, например, одного депутата, который временно будет представлять Приднестровье в рамках как одного одномандатного округа, как исключение. Потому что он будет слишком большим одномандатным округом. Но есть и другие возможные решения этой проблемы. То есть технически, я не говорю, тут возникают определенные сложности, но технически эти вопросы решаем. Самый главный получается тогда аргумент, в принципе, так далеко, вот сейчас, как объясняет нам господин Чуря, так никто не копает. Вот из всех комментариев, которые я слышала, главная претензия... Люди, тем более, так глубоко не копают. Но когда полиция... Я думаю, что они, услышав все это, скажут, о господи, да здесь нас еще больше могут обвести вокруг пальца. Тем более, что я не говорил о четвертом аргументе, который вытекает из предыдущей практики, когда у нас, помните, были одномандатные округа. Что творилось тогда в парламенте, когда один в одну сторону, другой в вторую сторону, третий в третью сторону. Это был период разброда, шатания и, извините меня за это выражение, бардака политического. Просто-напросто. Конечно, конечно, скажем, возможности, на примере того, о чем сказал господин Чуря, что, действительно, имея 20 официальных депутатов по итогам выборов, а реально сегодня контролировать практически 56-57 депутатов. Но это еще один аргумент, на мой взгляд, против того, чтобы вводить подобного рода систему. Потому что уж если при такой системе можно было такое добиться, то вы представляете себе, что тогда будет, если это будут одномандатные округа, либо даже смешанная система. Я себе это представляю. Знаете как, Владимир Иванович, вот идет голосование по какому-то нашумевшему проекту. Раньше как? Мы знали, да, вот эта партия, она еще до голосования зачастую говорила. У нас такая позиция, мы проголосуем за, другие говорили, мы против. И примерно все понимали как. А вот теперь, представляете так, электронное голосование, да, и все как-то проголосовали. Ну и решение никак не принимают. Нет, просто интересно, и не будешь же каждый раз требовать список проголосовавших, чтобы посмотреть, как конкретно проголосовал тот депутат. Ведь нет. И проконтролировать людей, которым до этого просто-напросто заплатили деньги, в принципе, невозможно. Ну вот так они проголосовали. Если позволите, я не думаю, что система будет функционировать так, как вы думаете. То есть все будут как бы независимыми, и мы не будем знать, какую политическую силу они представляют. Наоборот, я считаю, что даже в случае, если будут введены элементы мажоритарной системы, не даже, а если будут введены элементы мажоритарной системы, люди, которые там будут голосовать, участвовать в выборах, и будут кандидаты, с самого начала определят свою политическую идентичность. И они как бы... И будут следовать ей на протяжении всего депутатского маната. Не обязательно. Вот Владимир Иванович улыбается. Вот в этом смысле, возможно, и нет, потому что у них будет определенное обязательство по отношению к тем, которые за него голосовали. А еще у него будут определенные обязательства перед теми, кто помог им стать депутатами. Ну, естественно. Но это всегда в политической жизни. Это нельзя исключить. А это самое страшное. Почему это страшное? Очень просто, потому что в таком случае давайте будем звать вещи своими именами. Депутат купил себе место или его купили для этого места. Ну, ключевое слово везде – купили. То есть, в любом случае, это будет просто-напросто, как хотите, кастинг или конкурс кошельков. Вот что это будет в условиях нашего времени. Ну, сейчас, когда идут выборы по партийным спискам сегодня, все-таки есть определенная гарантия, что в данном случае нет этого самого кастинга кошельков для того, чтобы поделить, кем будет X, Y или с кем будет X, Y или Z. В этом, я считаю, все-таки определенная гарантия существует. А если этого фильтра или этого критерия не будет, а будет только один, вот выборы, вы говорите, значит, кто его выбрал. Вы сейчас сказали, что он будет как бы руководствоваться тем мнением тех избирателей, которые его выбрали. А избиратели что? Ему конкретный перечень предложений дали? Вот ты будешь голосовать вот так, вот так, вот так. Ведь люди сами там тоже, ведь не стопроцентно голосуют. Я вот смотрю, допустим, вчера вот был я в Гагаузе, проводился второй тур выборов народного собрания по одномандатным округам. По одномандатным. Там были ситуации, ну, просто фейерверк интересных таких ситуаций, когда человек, который отставал на сотни, ну, там речь идет о сотнях голосов, он становился депутатом или наоборот. То есть, и все это не было связано с какой-то переориентацией мнения людей, избирателя. А во многом, во многом, здесь было несколько другое. Проблема где-то, ну, где-то там, что характерно ли, где-то клановости, значит, семья такая-то, клан такой-то, могола такая-то и так далее, и так далее. То есть, вот эти вот субъективные моменты, субъективные моменты, мне кажется, нельзя ни в коем случае нам запускать в политическую систему на данном этапе. Я еще раз подчеркиваю, когда настолько нестабильна и политическая ситуация, настолько сложна социально-экономическая ситуация, когда человек очень и очень может быть подвержен вот этому самому кошельку. Будь то кандидат, будь то избиратель. Да, я насчет взаимоотношений денег и политиков скажу примерно так. С моей колокольни в пропорционале, в той системе, которая сейчас существует, в принципе понятно, что в основном партия финансирует избирательную кампанию в районах. И территориальные организации любых партий очень мало привлекают средств для того, чтобы продвигать своих кандидатов. Официально говорят по-разному, что они нашли деньги, но в основном это центральная организация выдает эти финансы. В случае, если все-таки будет введена эта смешанная система с одномандатными округами, скажем 50 на 50, то тогда все-таки у местного кандидата появится шанс сказать нет. Извините, я выступаю от, скажем, демократической партии или от социалистов, потому что я считаю, что партия соответствует моим вкусам, но я сам себе профинансирую избирательную кампанию, я у вас не возьму тебя, а потом у меня будет определенная независимость в парламенте, я буду действовать в соответствии с линией партии, но не заставляйте меня делать кое-что иначе. То есть потому что я профинансировал сам свою избирательную кампанию. В данном случае, вот сейчас в пропорциональной системе, мне кажется, что этой возможности нету, потому что партии в основном финансируют своих кандидатов. В таком случае, я извиняюсь, получается, что кто сможет сам себя профинансировать? Тот, кто сегодня уже набил себе кошелек. Ну понятно, это будут люди богатые нам. Он всего лишь хочет прийти во власть для того, чтобы этот кошелек, а, защитить, б, купить новый кошелек для новых поступлений. И в этом смысле он будет, конечно, зависеть от того, у кого кошелек больше, чем у него. Есть такая зависимость, но есть и другая опасность, которая существует. Когда идёт партия, люди примерно, они знают, какие идеи эта партия продвигает. То есть они за неё голосуют или не голосуют. А вот идёт человек, он идёт как независимый. Он взял деньги у одной из партий на эту кампанию, он об этом не говорит. Он же не говорит честно, что меня профинансировали демократы или меня профинансировали социалисты. Он говорит, я независимый. И говорит дальше людям то, что они хотят слышать. Если это Гагаузия, то он пророссийский кандидат. Если это Центр, то он, конечно, проевропейский. В результате мы получаем совершенно непонятную картину. Потому что люди не знают, за кого они проголосовали. Человек будет вести себя так, как профинансировала его партия. Разве нет? Не совсем. Значит, с точки зрения теории, вы не правы. Вот с точки зрения практики, да. Может случиться, что да. Но я не знаю. Я поэтому и говорю, что я не знаю, как будет работать, функционировать эта система. Могу точно сказать, что каких-то катастрофических последствий не будет. Но с точки зрения теории, могу вам сказать следующее. Мажоритарная система делает политическую партийную систему, она не осложняет ее, а наоборот, упрощает эту систему и уменьшает количество партий. Потому что в мажоритарной системе, когда один выигрывает выборы, то обычно этот один в округе или сторонник партии власти, или сторонник главной оппозиционной силы. У всех остальных очень мало шансов продвинуться. Они могут выиграть определенные номинатные округа, но в основном или побеждает власть, или побеждает главный представитель оппозиции. И мажоритарность системы приводит к тому, что вы сказали, то есть партийная система уменьшается. Кстати, это тоже запрос людей, и поэтому будет легче проводить партийную линию. Это теория говорит, но это теория западная, то есть она учится и на факультетах в мажоритарных системах партиям легче проводить свою идеологическую линию. Потому что существует ясно партия у власти, и существует оппозиция. И вот борьба идет в основном между ними. То есть она упрощает и приводит к двух-трех партийной системе. Иными словами, в любом случае определенный запас прочности имеет со старта уже правящая. Да, или главная партия. Мы должны четко объяснить телезрителям этот момент. Проще влиять на депутатов, проще влиять партиям власти, либо все-таки оппозиционным, вот в парламенте. Кто проще может повлиять? Вот так. Нет, ну в парламенте они не будут... Нет, ну вопрос интересный. Вы исходите из предпосылки, что в парламенте будут независимые кандидаты, так как они будут участвовать в избирательной кампании как независимые. Я вам даже больше скажу, они будут говорить людям, что они независимые. С этой точки зрения, возможно, но я как вижу эту смешанную систему, что с самого начала они будут заручаться поддержкой политических партий, и большинство из них будут участвовать в выборах от политических партий. Тогда зачем тогда спросят избирателей? Будут каждого спрашивать. Слушайте, если вы такой большой любитель демократов, или вы большой любитель ЛДПМ, извините, пожалуйста, идите по их спискам и не морочьте нам голову. Вы нам интересны как независимые. С этой точки зрения. Именно поэтому партии будут, как бы, их будут обязывать находить кандидатов не в Кишиневе. Вот тут не будет полностью представлена территория и района. Но зато партии, которые сейчас любят выдвигать кандидатов в основном из Кишинева, будут вынуждены искать своих кандидатов. И да, они будут от демократов, от социалистов, от коммунистов, от либералов, но они будут все-таки представлять территорию, а не центры. Я искренне сейчас жалею, прям сочувствую, что они вынуждены будут искать. Но я бы поняла один аргумент. Вот честно сейчас скажу, Владимир Иванович, может быть, к вам этот будет вопрос. Знаете, что еще говорят? Ну вот при такой пропорциональной системе велика власть лидера. Вот любого партийного. Получается, что при такой системе каждый депутат, если у него даже есть свое мнение, он не рискнет спорить с лидером. Он будет голосовать так, как ему сказал лидер. Несмотря на то, что по идее он на службе у народа, но тем не менее есть засилье этих партий. Вот этот аргумент я еще когда слушала, я понимаю, что у него могут быть свои... Вот видите, я вам помогаю, господин Чур, оцените это. Да, спасибо, наконец-то. Да, вы дождались. Владимир Иванович, как вы это можете прокомментировать? Ну, вы знаете, я скажу, вот как у нас это происходит. Так, скажите. У нас однозначно перед заседанием происходит обсуждение каждого, в деталях каждого проекта. И каждый подвигает свои аргументы, контраргументы в поддержку, внесение изменения, дополнения, чего-то еще по этому проекту. В конечном итоге в результате этого коллегиального обсуждения принимается, приходим к консенсусному решению по конкретному проекту. То, что происходит внутри фракции, и затем фракции выходят с конкретным решением, с конкретной позицией по этому вопросу. А когда у вас споры идут, вы голосуете, и получается, меньшинство должно подчиниться большинству, так? Нет, у нас нет формального голосования. Мы просто... Ну, идет обсуждение. Может быть, и обсуждение и полчаса, и час, а может и пять минут. В зависимости от сложности вопроса. Иногда бывает просто, давайте отложим, есть политическая, экономическая, юридическая, социальная группа, пусть она дополнительно изучит и доложит фракции. А вот теперь представьте себе, если каждый придет на заседание со своим мнением, во что превратится тогда этот парламент? Будем неделями, месяцами слушать друг друга, будут разного рода уже дойдет себя до популистских и до каких-то философских размышлений и так далее, и так далее. В конечном итоге парламент будет не дееспособным просто-напросто. Просто не будет дееспособным. Поэтому, как бы это ни, может быть, странно звучало, но демократия неорганизованная, демократия, в которой нет элемента организованности и дисциплины, это анархия. И вот такая вот анархия может произойти в парламенте, где либо, дай бог, не будут повлиянием денежных мешков, а если будут повлиянием, тогда это будет абсолютная диктатура, и никакой демократии там не будет. Кошелек основной сказал, вот надо вот так. Будет так. Вот то же самое, что сейчас происходит. Некоторые конвульсивные проекты, которые сейчас срочно вносятся тем же большинством, абсолютно необъяснимы, неаргументируются. Не, ну почему же, все понимают, что это сделано для того, чтобы проголосовать до того, как Игорь Дадон вступит в долг. Для того, чтобы успеть предпринять все, что можно, чтобы максимально ограничить, и так, ограниченные возможности, допустим, того же президента. И доходит до смешного. Сегодня внесли одну идею, через несколько дней наседание комиссии. О, стоп, мы имели в виду подчинить не одному одной структуре, а совершенно другой структуре. Не парламенту, а правительству. Ну, это вообще, вот эта вот конвульсивность, она и есть результат того, что идет влияние конкретного диктата. Да, да. Я соглашусь, тихо радуюсь, что если вдруг все-таки это будет проголосовано, у них 57 депутатов, я тихо радуюсь, что у нас выборы президента всенародные. Потому что я в таких условиях, я могу себе только представить, сколько бы мы в парламенте выбирали президента. Но, господин Чуря, теперь вам неудобный вопрос. Не знаю, может быть, ответите на него искренне, а хотелось бы очень. Вот смотрите, что происходит на данном этапе у нас с некоторыми законами. Да, вот я имею в виду, какую в нас проявили вот дикую, знаете, такую законодательную сноровку представителей правящей коалиции. То есть те вопросы, которые не интересовали их годами. Вот просто им, боже мой, это реформа правительства с вечными подчинениями, переподчинениями. Та же ситуация с СИБом, а уж генпрокурор. Ну, это, знаете, это святое дело. Вот все-таки здесь есть такой момент, что хотят насолить Игоря Николаевича, вот честно. Ну, конечно, а почему? Здесь мне очень просто ответить, как раз и очень искренне. Нет, так власть-то не признает, они говорят, что нет. Ну, да, я нахожусь вне этих отношений, поэтому мне довольно легко очевидно, что приход господина Додона, он как-то вызывает определенное беспокойство у власти, ввиду того, что все-таки президент, как бы у него немного компетенции, но определенной компетенции все-таки не имеет. Надо забрать последний, да. Да, и нужно сделать, превратить его в относительно символическую фигуру, поэтому, конечно же, все эти, все это прекрасно понимают, все эти изменения, которые предлагаются сейчас, они преследуют эту цель. А вам не кажется, что это тоже нарушение закона, господин Чуря, потому что народ, когда голосовал за Игоря Додона, он рассчитывал, что Игорь Додон будет исполнять те-то, те-то обязанности, потому что у него есть вот эти, вот эти, вот эти полномочия. Что людям говорили? Говорили, что Игорь Додон назначат генерального прокурора. Да? Так говорили? Он сейчас как бы... А получается на деле, что, извините, у нас все чаще и чаще, сегодня слышала уже мнение Кирилла Лучинского, который говорит, не исключаю, что Тимофе еще назначат. А мне кажется, что это шулерство. Хорошее такое слово, шулерство. У нас в политике... Жульничество не может быть в хорошем смысле этого слова. Почему? И политически жульничество, и на другом уровне. Но это жульничество, понимаете? Поэтому тут... То есть вы подсказываете ответ сейчас Корнелю? Нет, я не подсказываю. В каком-то смысле, я думаю, что это было, скажем так, некорректно, если исходить из морально-этического подхода к политике. Это некорректно. Но если учитывать тот факт, что в политике, особенно в молдавской политике, особенно в восточноевропейской политике, я бы даже себе позволил сказать, особенно в мировой политике, не быть шулером, я эту точку зрения уже продвигал, здесь невозможно, то в принципе такое можно, скажем так, понять, по крайней мере. Невозможно. Я прекрасно это понимаю. Жить по принципу больше шулеров хороших и разных, мы можем дойти... Позвольте мне все-таки уточнить, закон не был нарушен. Закон не нарушается. Просто вот в нынешней системе, которая у нас сегодня существует, закон постоянно изменяется. И он постоянно изменяется в пользу сильнейшего. В пользу того, который может изменить закон. Да, в данном случае в пользу власти. А в другом смысле не может быть. Поэтому, конечно же, в данном случае социалисты, они ущемлены. В каком-то смысле. Но нельзя сказать, что это не закон. Это по правилам, по тем существующим правилам, которые сейчас существуют. И этим умело воспользовались те шулера. Я бы, знаете, назвал бы это даже по-другому немножко. Все-таки закон — это концентрированное выражение воли, необходимости, пожелания народа. Вот что такое закон. А вот то, что происходит, это называется попытка жить по понятиям. Не по закону, а по понятиям. То есть шулерам это характерно — жить по понятиям. Но, вы извините меня, народ-то ведь не может и не будет терпеть жить по понятиям. В конечном итоге... Давайте хоть делать вид, что мы такие... Нет, нет, ну, вы понимаете, если... Ведь речь идет не об ограничении даже полномочий, скажем, вновь избранного президента, который еще даже и не вступил в должность. Это вот я почему говорю конвульсивно. Быстренько, быстренько, пока, чтобы успеть, чтобы не опоздать. Речь-то идет не об этом. Речь идет о том, что это заведомое пренебрежение, издевательство над людьми, которые совершенно верно, они избраны. Все правы, что у нас опять закон что-то ишло. Закон что-то ишло, куда повернул, туда и вышло. В пределах своих полномочий, но что-то сможет изменить. А если вот так вот идти по этому пути, что тогда изменит? Вот смотрите, даже с тем же СИБом, ведь предлагается что? Что не президент предлагает парламенту, а 10 депутатов предлагает парламенту. Вы извините, даже если математически подойти, сколько человек проголосовало за президента и сколько человек проголосовало за 10 депутатов. Хотя бы даже это. Но ведь у нас 101 депутат. Вот представьте себе, 10 групп депутатов, каждый выдвигает по одной кандидатуре директора СИБа. Ну здесь же, Владимир Иванович, что будет тогда происходить у нас? Здесь все сделано просто в отношении того, что нельзя допустить, чтобы вот эта глава службы охраны, весь этот орган, значит, он подчинялся президенту. Ну вот наивный вы человек. Вы как все представляете, Владимир Иванович, чтобы наверху не знали, с кем президент встречается, кто к нему подошел, да, с кем он переговорил. Вот с тем 5 минут, а с тем 3 минут. Вот это сигнал, сигнал. И когда люди будут перепочены другим, да, непосредственно не президенту, я вас уверяю, весь рабочий день новоизбранного президента будет каждый день ложиться на стол. Не буду говорить кому, но все понимают. Вы нас очень умело увели сейчас немножко в сторону. Нет, я хотел вернуть, кстати говоря. Я хотел вернуть, потому что мы как-то вот отложили в сторону первый аргумент, проблема Приднестровья. Это очень серьезный вопрос. Вот вы говорите, ну хорошо, будет обеспечено право на одного депутата, да? Ну даже если взять пропорционально количество... Как исключение. Количество лиц, проживающих там, количество проживающих на правом берегу, вывести пропорцию, то это явное будет ущемление прав этого населения иметь представительство. Более того, это будет 10 шагов назад и так неблизкому процессу регулирования. Это 10 шагов назад и супераргумент будет для тех на левом берегу, которые говорят, вот мы же говорили вам, мы же вам, люди добрые, говорили, нельзя с ними иметь дело. Почему? Потому что они нас и в этом хотят ограничить. Наоборот. Хорнял всегда говорит, что он, он очень всегда, на самом деле, говорит, что он иногда даже за то, чтобы как-то ущемилось, другие права, но не права преднестровцев. Он, по крайней мере, в прошлом... А здесь я не вижу ущемления прав преднестровцев. Нет, в эфире так говорил. Что одного, ну вот одного гарантированно изберут. Ну да. И впервые в Приднестровье будет представлено в нашем парламенте. Я в этом вижу только преимущества. Ну я думаю, преднестровцы... Нет, я просто думаю, что преднестровцы в состоянии разобраться. Я же говорю, что это символический жест, который означает, что сейчас нету никого. А при мажоритарной системе будет одно. Я могу сразу сказать, что скажут они. Это не символика, это издевательство. Ну потому что они не согласны с самим принципом ввода преднестровских... А вы бы согласились, чтобы ваши интересы представлял один? А я защищаю интересы... Один человек, который был избран нашими гражданами, я согласен. Как нашими? Всеми. Вот они имеют право на такое же количество пропорциально округов. Это правда, имеют право. Знаете, я хочу... Имеют, но это сложно сейчас. Ну так вот об этом и речь. Это просто невозможно сейчас. Есть речь о пропорциональности, понимаете? Это просто неизбежно встанет. Будут люди думать, ага, хорошо. Но нету никакой пропорциональности. А вот у нас не будет представителей. Приднестровье будет... Как о себе говорить? Мы пророссийские. Мы хотим, чтобы такие силы были в парламенте. Разве не так? Вопрос даже не в том, что... Вопрос даже в том, что называется представлять интересы конкретных регионов, конкретных округов, которые теоретически могут быть... Ну, Владимир Иванович, их будет прежде всего это волновать. И мне кажется, что... Да их вообще не будет интересовать. Но полная пропорциональность... В этом случае их вообще не будет интересовать, что у нас будет происходить. Я вам гарантирую это. Ну, не знаю, право вы или нет, насчет вообще... Они просто скажут, делайте, что вы хотите там, вот и все. Но вот мы хотим этого добиться, чтобы мы окончательно поставили точку. Мы не хотим. Поэтому я и говорю, что нельзя ни в коем случае на данном этапе это не только водить, но даже начинать обсуждать. Потому что, когда начнется обсуждение в парламенте, у нас есть там такие, которые скажут, да, Нет, они будут говорить, вот сейчас я разбегусь, поеду туда голосовать. Для чего? Для того, чтобы у нас был один из ста одного. Вот его голос, ну, прям будет решающий. Так вот они как-то примитивно, согласитесь. Но я сейчас хочу все-таки задать вам успеть. Мало времени осталось, пять минут у нас до окончания. Вот смотрите, когда говорят, что главная проблема – это отсутствие практически неподкупности, да, у тех, кто будет избран по одномандатным округам, потому что если предложат хорошую сумму, то любой из них, извините, в наших нынешних условиях, да, может не удержаться. Почему бы вот в это не внести такое положение, которое бы, мне кажется, очень сильно могло дисциплинировать власть? Это возможность отзыва тех же самых депутатов. Вот как они выбирают по одномандатным округам, приходит им кандидат и говорит, дорогие мои избиратели, я обещаю вам, что село Ценцерены станет, значит, экологическим раем, я всё решу, у нас будут построены дороги, у нас вот это, вот это, вот это, вот это. Ему говорят, хорошо, говоришь, красиво, да, заливаешь. А он говорит, а вот вы знаете, если я это не сделаю, у вас будет возможность меня отозвать. А вот это другой разговор. Если бы власть честно говорила о том, что да, я не буду этим заниматься, нам это неинтересно, мы не будем покупать этих депутатов и их голоса, они должны на это согласиться, нет? Ну и, кстати, эта инициатива существует об отзыве депутатов, должен больше вам сказать, в моём, я когда разъезжал вот с этими встречами с людьми, представляющими разные политические партии, эта идея очень часто звучала, то есть люди хотели бы контролировать. Люди хотели бы, а власть хочет? Я думаю, что да. Я не уверен, но, по-моему, это уже, эта инициатива есть в парламенте. Уважаемый Корнил, мне кажется, она хочет и молчит как-то. Нет, я не вижу в этом проблемы для власти, если в данном случае я как-то представляю интересы власти, то мне кажется, что власть не будет против вот такой идеи. Её главное подать. И мне кажется, что эта идея уже подана в парламенте. И отзыв депутатов при определённых условиях, не просто так, а определённое количество людей, которые собрались, и они серьёзно аргументируют, там референдум проводят в этом избирательном округе, мне кажется, это очень хорошая идея. Конечно, тем более, что это будет ещё один дополнительный рычаг влияния на непослушного депутата. Так, вы увидели в этом. Вы смотритесь. Не, ну это так. Вот, депутат, который не слушается того, кто за него заплатил, за его место, вот не слушается он его, не так проголосовал. Стоп, вот мы тебе все твои обещания превратим к нулю, а потом скажем, вам нужен такой депутат? Не нужен, давайте мы, отзывайте его. Это вот просто будет ещё один рычаг влияния на этого депутата. Вот, что будет происходить. Но я не могу согласиться, вы исходите из такого положения, что всё у нас перекуплено и перепродано. Я скажу из того, что у нас есть. Но если так, это так, как вы говорите, то тогда вообще нет смысла иметь сейчас демократию, просто назначить самых богатых людей на высокой должности и закончить. Нет, они хотят прийти к власти, чтобы всё изменить, понимаете? Но они говорят, что сейчас всё плохо. Можно доверять людям, что не все могут быть подкуплены. Потому что, если мы будем исходить из этого, тогда я не вижу смысла в демократии. Первый слышишь, что с коррупцией бороться через доверие. Это как-то, вот мне нравится эта мысль, да, но вот... Конечно, в нормальном здоровом обществе, в нормальном здоровом обществе, в нормальном здоровом обществе... Надо показательно самых главных, знаете, Вот уже сидят. Вот самых главных и вот так далее. Уже сидят. В нормальном здоровом обществе, которому мы так все стремимся, хотим его достичь, конечно, будет возможно, в том числе и через доверие, доверие народа, прежде всего, к власти, бороться с теми, кто пытается на этом доверии заработать деньги, то есть коррупцией. Но сегодня, к сожалению, другой формы борьбы с коррупцией, чем жестко проводить борьбу, жестко, именно жестко, я не говорю о жестоком, а именно жестком, конкретном, по-другому у нас ничего не получится. А для того, чтобы это было, для этого необходимо, чтобы именно оппозиция имела в данном случае возможности и контролировать, и в том числе определенные рычаги борьбы с коррупцией, в частности, допустим, были переданы им. Вот тогда это будет контрабаланс. В противном случае это будет постоянная концентрация власти, полномочий в одну сторону, в крен. Но не забудьте, что любая лодка имеет определенный только центр тяжести. Если перекосило, она перевернется и потопит всех, кто находится в этой лодке. Это правда. Время наше вышло, к сожалению. Я могу только сказать в завершении, что любая, наверное, избирательная система, она несовершенна. Ну вот так складывается, да? То есть и отсюда каждая страна должна выбирать именно ту, которая подходит, исходя из многих вещей, и не в последнюю очередь, исходя из менталитета тех граждан, которые живут на территории этой страны. То есть если у нас есть такие проблемы, значит, надо их учитывать. И мне кажется, что венецианцы именно это имели в виду, когда жёстко реагировали. И мне кажется, что резолюция ПАСЭ от 2013 года, о которой вы говорили, она тоже касается именно этого. Поэтому вот как-то надо, я не знаю, эти вещи принимать во внимание и помнить, что мы живём сегодняшним днём, а сегодня у нас происходят вещи, к сожалению, не всегда лицеприятные. Вот как-то так. Давайте дождёмся. Я ещё хотела с вами успеть поговорить, кто за неё будет голосовать, но я думаю, что у нас будет ещё возможность с вами встречаться и общаться. В любом случае, в этом вопросе нужна пауза. Я имею в виду проблема изменения избирательной системы. Ну мне кажется, что неспроста вот так эта тема была заброшена. Она давно запущена. Не, ну вот именно сейчас к ней вернулись. Я могу поспорить, знаете как, здесь как посмотреть. Если мы ждём только очередных парламентских выборов, то это одна ситуация. Но мы же живём в Молдове. Поэтому благодарю вас за участие. И некоторые уже готовят себе более для очередных. Да, да. Потому что тебя обезопасить. Да, и это тоже. Не могу завершить передачу. Меня скоро бить будут за студией. Поэтому я ещё раз вас благодарю. А телезрителям говорю, что вы смотрели программу «Дело принципа». Я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова